Честно говоря, нечего добавить к словам Сергея Викторовича, потому что это констатация очевидной реальности. Западные страны обхаживают Армению, так же, как они обхаживают Казахстан. По всей видимости, и другие страны, входящие в ДКБ, могли бы и обхаживали Белоруссию, но только сейчас это невозможно. То есть, это уже такое желание расколоть ДКБ и желание обнулить ее потенциал. Это явная задача, она не вызывает никаких немалейших сомнений. И, разумеется, Армения находится здесь совершенно в фокусе внимания. Отчуждение Армении от России очень заметно по всем внешним признакам, которые бессмысленно перечислять, включая секретарица этой безопасности. Представитель Армении не приехал навстречу секретарицу этой безопасности. И так далее. В общем, этот процесс идет, я бы не связывал его с какими-то недостатками лично каких-то руководителей, в том числе армянских. Это, в общем, объективный процесс раскола интересов. Вы знаете, мне трудно сказать, что Россия может сделать. Наверное, Россия будет, в том числе, пытаться наладить какие-то взаимоотношения с какими-то другими силами в Армении, которые могут прийти на смену пашиням. Возможно, предложить Армении этим силам и вообще Армении как таковы какие-то, возможно, экономические проекты. Россия находится, объективно, в сложной ситуации. Она не может сейчас ссориться с Турцией. От нее зависит и экспорт газа, от нее зависит и параллельный импорт, так называемый. То есть, для России отношения к Турции, к сожалению, сейчас очень значимы. И мне кажется, для России сейчас, вообще-то, объективно говоря, главной была бы задача как-то сейчас быстро решить проблему с нашими западными границами, немножко отрезаться от связи с Турцией и начать выстраивать реальное ОДКБ как, собственно, российский блок, не стесняясь этого названия. И в данном случае уже оговаривать, что в Армении находится под нашей защитой, защитой ОДКБ, а что представляет собой, в общем, дело интереса в самой Армении. И, к сожалению, это очень сложно. Понимаете, потому что, так сказать, то, что мы вступили в клинч с Западом, всем Западом, а Запад сплотился, но он сейчас действует как единый организм, как единый блок, притом довольно жесткий. Это делает для России объективно необходимым взаимоотношения с другими центрами Евразии, такими, как Турция и такими, как Иран. Это очень, не очень выгодная для России ситуация, потому что она втягивается в определенные конфликты, которые ей совершенно не нужны, такие как Ближневосточный. и объективно оказывается заложником этого конфликта. И, с другой стороны, она отчуждается от своих союзников, таких как Армения, с которыми все-таки довольно много было связано. Так что, к сожалению, мне кажется, пока мы не развязались западной границей, пока отношения с Западами находятся в состоянии, в общем, прокси-войны, из чего-то другого от России ожидать было бы бессмысленно. Потому что мы все заложники этой ситуации.